В Чувашии началась досрочная сдача единого государственного экзамена. В этом году более 250 человек проверят свои знания по русскому языку, математике, обществознании, истории и физике. Именно эти предметы оказались наиболее востребованы. Всего в этом году ЕГЭ сдадут более 6 тысяч человек. ЕГЭ для многих выпускников это не только серьезная проверка знаний, но и содержимое карманов. Чтобы добраться до пункта сдачи экзамена, необходимо пройти проверку на наличие запрещенных предметов. Нарушений с каждым годом становится все меньше. Металлоискатели, видеонаблюдения в режиме реального времени приносят свои плоды. В век современных технологий в охране нуждаются не только люди, но и их реальные знания. Технические новшества значимы были введены в прошлом году, когда выпускникам распечатывают кемы прямо в присутствии самих выпускников в аудиториях. Раньше, конечно, этого не было. В этом году новшеством является то, что сами бланки, куда ученики, выпускники записывают ответы, они тоже распечатаются в аудиториях. Конечно, это связано с тем, чтобы не было утечки информации, чтобы это было все объективно. Экзамен пришли сдавать не только выпускники последних лет, но и те, в чьи времена о такой форме проверки знаний и не думали. Владимир, уже состоявшийся бизнесмен, планирует развиваться в этом направлении. Без образования не обойтись. Это моя первая ЕГЭ. Честно сказать, волнуюсь как первоклассник. Я надеюсь, наши те учителя, которые, скажем так, нам вборолись знания еще в те времена, советская школа, она образовательная была очень сильная. Я надеюсь, все-таки где-то у меня сейчас подсознание-то все подключится. И то, что я знал, я надеюсь, я сейчас вспомню и приведу здесь. Любой экзамен всегда стресс для детей и родителей. Во время сдачи ЕГЭ будет работать горячая линия, где можно будет получить любую консультацию. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика.